Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про шпалеры для винограда. Я начну с того, что каких-то определенных требований к шпалерам абсолютно нет. Все зависит от того, какие у вас есть возможности и какие у вас есть материалы. Но тем не менее, я расскажу, какие шпалеры у нас, какая специфика, особенность, ну и собственно из чего делали. Начнем первое. Вообще шпалеры могут быть двухплоскостные и одноплоскостные, и одноплоскостную потом покажу. То есть фактически две плоскости, расстояние здесь внизу сантиметров 40, вверху 60. Ну в общем-то, конечно, уже плоскости делать не стоит, потому что мы понимаем, что по двум сторонам идет виноград, ему тоже надо немножко освещения и проветривания. То есть сантиметров 40-60 этого вполне будет достаточно. Что использовать в качестве столбов? Да все, что у вас есть. У нас это был металл, пожалуйста, дерево. Ну понятно, что металл долговечный. То есть трубы тоже не обязательно ставить такие. Все, что сможете найти, все, что сможете приспособить. Что касается высоты. Что касается высоты шпалеры. У нас до верхней проволоки высота порядка 2,5 метров. Но тут тоже смотрите по возможности. То есть можно шпалеры делать гораздо ниже, приблизительно до такого уровня. То есть до того уровня, когда вы спокойно с земли сможете обслуживать этот виноградник. Либо, если вы делаете выше, конечно, вот здесь у нас зелга, она дорастает доверху и может еще дорасти полностью до низу. Ну там уже идет обрезка. То есть до такой высоты уже надо специальное приспособление. Тоже покажем, что используем мы. А вы смотрите по своим возможностям, насколько сможете все это сделать. Дальше между вот этими шпалерами, опять же, здесь один столб, можно просто поставить два столба для двух плоскостных шпалер. Натягиваются проволоки. Значит, что касается проволок. Первая проволока можно делать на уровне сантиметров 50 от земли. Дальше, следующая проволока, вторая. Вот здесь хорошо бы сантиметров 20-30, потому что вот эти первые росточки, когда начинают расти, они довольно хрупкие, довольно ломкие. Их надо немножко зафиксировать на проволоке, чтобы они не обламывались ветром. Дальше уже можно там делать больше шаг, сантиметров 40-50. Этого будет достаточно. Вот здесь у нас перед домом одна плоскостная шпалера. Как видите, здесь уже никаких столбов нет. Уголочки прикручены непосредственно к самому дому. Но здесь расстояние сантиметров 30 будет вполне достаточно. И существует такое мнение, что вот виноград, если садить перед домом, он вредит дому, он там его съест, никто никого не съест. Если вы правильно ухаживаете, те же пасынки, например, мы обламываем, то здесь будет пространство, где будет гулять воздух, и ничего плохого виноград дому точно не сделает. Этого не стоит бояться. Ну, если хотите, можно расстояние сделать чуть больше. Вот, например, как здесь. Здесь уже, наверное, в районе полуметра, но и здесь у шпалера столб стоит с проволокой. Так вот, при правильном уходе, вот здесь между домом и виноградником, можно вполне пройтись. Даже когда он здесь большой-большой вырастает, поэтому, повторюсь еще раз, дома ничего он плохого не сделает. Здесь шпалера на беседке. Вот, смотрите, тут немножко другая конструкция. Ну, то же самое, все придумывали. Опорный уголок, пошли проволоки на две стороны, там тоже есть крепление. Ну, получается, она такая углова. Здесь тоже, видите, расстояние небольшое, но здесь вообще беседка, здесь все будет хорошо проветриваться. В принципе, в принципе, вот все вот эти уголочки, все это есть в продаже. Если есть руки, которые все это могут сварить, достать в настоящее время это без проблем. Ну, конечно, это определенные затраты, поэтому можно просто использовать то, что у вас есть под руками. И напоследок шпалера в теплице. Здесь уже, поскольку теплицу мы делали сами, я об этом есть отдельное видео, под видео оставлю ссылку. Здесь специально приварена квадратная труба на определенном расстоянии. Тоже тут сантиметров, наверное, 25. И за эту трубу точно так же зацеплены проволоки. Ну, и, в принципе, здесь мы уже можем поднимать вообще все аж до крыши. Ввиду того, что у нас есть приспособление, с которого можно залазить и все это обслуживать. Ну, вот такое оно приспособление для того, чтобы этот самый виноград подвязывать, обслуживать на верхних проволоках. Ну, тоже самодельное из того, что было сварили колесики. То есть, смотрите, даже мне с моими женскими ручками вполне можно это подвигать. Ну, и точно так же довольно легко залезть. И вот я вполне, мне удобно здесь все это обслуживать и обрабатывать. Такую же конструкцию вполне можно сделать тоже. Не обязательно это полностью металл. То, что есть под руками, я думаю, что не какое-то понимание внешнего вида, уже можно придумать, из чего это сделать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам урожаев под видео, нажав кнопку «Еще вся полезная информация». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И там же увидите мои контакты по поводу приобретения черенков и саженцев.